аппарат гольджи работает на полную катушку ребята на молочке дынька то что доктор прописал пошла массовка и на молоке очень нежно да что-то мне это напоминает ребята это запах нового года а то ноябрь заканчивается привет меня зовут михаил мне 35 лет что что уже 35 и мы сегодня узнаете эту улицу это знаменитая улица невский проспект а кое писал николай васильевич гоголь и кто только не прохаживался по этому невскому проспекту и кто только не прогуливался по нему друзья самые выдающиеся самые величайшие люди всегда во все времена проходили по этой улице и думали о чем же они думали друзья о чем же они так же думали как встретить новый год с кем встретить что подарить близкому человеку а ты уже придумал что ты подаришь а близком человек хотя я вообще не приучен скажем так и не привык каким-то вот этим сентиментальностям подарочками так далее я считаю самый главный подарок это отношение это любовь это если пошло на то молитва за ближнего то что самое главное самое ценное да я думаю что это главный подарок ну и конечно если есть желание возможность то маленький сюрприз он всегда приятен каждому человеку сегодня прекрасный ноябрьский день уходящего ноября я вышел прогуляться по нескому проспекту и показать вам петербург который редко бывает снегу друзья идет дождь или снег с утра был снег потом дождь таков он ленинград таков он петроград таков он петербург вы со мной тогда поехали да я вообще не фотогеничен меня не надо снимать дегустируем колья на дыньке ребята на дыньке с молоком сорвутся со шлангом керхер откуда имеют кольца я раньше курил табачок пять лет не было это уж потом уж там разорились уже забыл как кольца пускаться давно не курил даже кальяна ну кальян иногда 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 очень даже приятно покурить хоть табак не курю но вот иногда да вообще вот не дымит галю не пахнет со шланга керхер чувствуется от пылесоса шланг керхер а грязь да и си запах не не чувствую тебе хотят канализационный поставит бед я вообще стал не чувствительный человек к разным раздражениями и негативными буржуям же не зря прозвольте в комментариях добра любви счастья и радости ахахахахаха хахаха кайфуем Жизнь моя Демонтаж новогодних конструкций, ребята, происходит Пусть загнал я судьбу свою Но в каком бы ни шел в строю, не пел в строю Все мне кажется, я опять на тебе стою А какую историю ты слышал о Невском проспекте Или какая история произошла с тобой, напиши в комментариях И бывал ли ты на Невском проспекте, и что тебе здесь больше всего понравилось Маки, маки, красные маки, красные маки земли Неужели вам снятся печали? Отчего же вам снятся печали? О, погоняет, а Бичом погоняет Ребята, Петербург, как Челябинск Настолько суровый корабельный город, что здесь даже дома в парусах Обратим внимание Обалдеть Серебришко Ребята, серебришко Обалдеть Обалдеть Да, однако 48 тысяч Бликсе 46 тысяч Цены хорошие, отремлемые 200 тысяч 200 тысяч Вот из такой посудинки-то бы Новогоднюю-то бы Оливье бы покушать, а? Салатик новогодний О, неплохо было бы, неплохо Так, а там что у нас? А тут уже рюмочки пошли Мраморные львы Ребята, не забалуешь Ну а здесь мы подходим К уникальному Архитектурному ансамблю Ребята Ну-ка, угадайте с трех раз А, да-да-да-да Кто первый был? Тот угадал Это Исаакиевский собор Ребята Вот, пожалуйста, еще одна Загадка Ленинграда Петербурга Петрограда Александрии Ну как? Как? Как это возможно? Поднять колонны Как? Установить Как все Сконструировать, друзья Об этом говорили Когда-то источники мне Где-то там, краем уха Я лекцию прослушал В колледже Мол, были споры У тебя не получится У тебя не получится Поднять колонны Стоять не будут Упадут Трещины пойдет И, кстати, трещины идут сейчас Но это, следствие, может Бомбежки Военных годов Там есть поврежденные колонны От осколков Мы сейчас это увидим Но где-то вот Я один раз-два был На колоннаде Туда поднимался И где-то там, значит Или где-то краем уха Слышал, что идет Немножко как бы Какая-то трещина С какой-то стороны Такая хорошая, да Так что не знаю Не знаю К чему все это И как все это В общем Вот что удивительно-то, друзья Вот эти ступеньки Обратите внимание Огромные ступеньки Нечеловеческий рост Заставляет задуматься На Сатон Так все-таки Атланты Ходили по этим ступенькам Или нет Как вы думаете Вот здесь Не знаю Или для человека Такие огромные Не знаете Понял Ладно, извините Так, ребята Кто-то опять звонит Студия Биркана Не переключайтесь Москва на проводе Ну что же, господа Все пути ведут В Москву Меня снова приглашают В студию Беркана Я сам хочу, друзья, сам хочу Ну вы знаете, я хочу петь А там великие мастера Которые заточат мой голос Нет, не фальцет На хороший голос Так, давайте посмотрим В этих дверях огромных Которые, я не знаю вообще, кто мог открыть И вот человеку подвластно ли открыть Такую огромную, огромность Вы заметите, это же мегатонны весит Эта дверь, чтобы ее открыть Трактором толкать надо, не меньше Поэтому это, во-первых, габариты Ступеньки вы видели Объем, масштаб, колоннада Примерно даже потолще будет Чем у нас в Казанском соборе Я, конечно, не эксперт сильный Ну вот я просто, как бы Логика такая идет Логические мысли Смотрите Ну, понятно, что Библейские сюжеты Вот и вот там Библейские сюжеты Вход, я так полагаю В Иерусалим Иисуса Вот на осле он Видите, да? По-моему, это есть Вот на осле он Входит, его встречают Да, интересно Я вот так Жил 7 лет пробежкой Все пробежкой Как-то вот не сильно Интересовался Вот этими тонкостями, да? Вот скажем Желобочек Вот видите Желобочек То есть вот все это в мелочах Надо вот смотреть Все это архитектуры Но самое главное Масштаб дверей Они медные что ли? Смотрите, купром Покрылась Обалдеть Что он несет? Что он несет? Так, давайте посмотрим Так Кр Кр Врата Гунатель Так, так, так Блин, написано Лодчество Отечество А, нет Блин, я не могу Расшифровать, ребята Ну-ка, расшифруйте Что тут написано Видите, даже Огорожено Чтобы не подходили близко Так, вот там Святой Николай Чудотворец Вот, пожалуйста Николай Угодник, ребята А тут, видимо Ангелы какие-то Ну, что-то написано Вот Крылатые Не могу понять Не могу понять Там вот Сторож сидит В сторожке Чтоб я тут не лазил Так, так А вот этот окно У нас Святой Исаакий Далматинский Да Далматский Далматский Исаакий Исаакий Далматский Святой Так, интересно Интересно Давайте обойдем Все это Да, ну вы поняли Масштаб Давайте посмотрим Колоннады Вот там, видимо Что-то залепили Там, видимо Была какая-то Пробоина Вот я покажу вам Где были, значит Пробиты Но вот Заметьте Как будто бы Вот это Наслоение То есть Сама-то она Из какого-то Бетона Или из скалы Какой-то Вытащена колонна Цельная Судя по всему Иначе бы были Трещины Поперечны Так, со временем А вот Это нанесение Идет Вот такая Стружка тонкая Что за технология Нанесение Гранита Вот так вот На камень Да, получается Вот мы видим Чуть-чуть Вот так А у меня, конечно Не увеличивает Но вот здесь Вот тоже Крошка как-то Залеплена Штробили Что ли Тоже заклеена Вот этой Но тут уже видно Наш век Наша эпоха Вот это сделано Кустарно Вот так Видите А тут вот идеально Гладенько Полировочка Видите какая И диаметр Огромный диаметр Это главное Да В соборе Ждемно Кроме среды Совершается Девяти Божественной Литургии Вечерней Так Четыре А так он музейный То есть Есть одно крыло Один не в Как бы рабочий Как сказать Служба идет А остальное Как музей Я там был Один раз Так Два Заходил Или один раз Так Так Музейный Объект Исаакиевский Собор Вход в музей И на колонаду Теложной стороны Да Но нам как бы Важна Вообще Важен Мельчайший Осмотр Да Давайте посмотрим Эхо войны Там вот С той стороны Не знаю Какая-то сторона Будет Восток Запад Там такие От осколков Ямки Такие хорошие В колонне Ну В нескольких колоннах Обалдеть Это надо же Какой объем А И вот ступеньки Да Вот Поменьше По-моему По-моему Просто выпилили Да Вот смотрите Выпилино То есть это не идет Как бы сказать Отдельно А вот здесь Она значит И сколько Из каких Раз Так вот здесь Не видно Непонятно Выточено Так А здесь что Ага Ну вот допустим А Все понятно То есть просто Из такой большой Из этой Вот видимо Были все такие Огромные Да Здесь Взяли Поменьше Выпилили Или что Ну в общем В общем Загадка На загадке Да Видимо Были большие И так Взяли Выпилили Из больших Мало еще Когда Может быть Позже Не знаю Идемте дальше Так Так Вот там Вот тоже У нас На фронтоне Изображена У меня наезда Нет Если даже Я отойду Какая-то Сцена Изображена Давайте посмотрим Глянем Может быть Увидим Отсюда Ну вот Иисус Наверное Да Ну ладно Господи Силою Твоею Возвеселиться Царь Надо Силы Твоею Возвеселиться Царь Интересно Так Дедушке Морозу Письмо писать Надо Ребята Лично В руки Ты уже написал Ты уже подумал О чем ты его попросишь Деду Морозу Великий Устик Дорогой Дедушка Мороз Меня зовут Бла-бла-бла Мне бла-бла Лет Я живу в Я люблю Я умею Дедушка Мороз Я знаю Что ты настоящий Волшебник И можешь Исполнить Любую мечту Пожалуйста Подари мне На Новый Год Бла-бла-бла Заметьте Ни одна строчка Ни две Три Тут Вписываем Что мы хотим Я буду Хорошо себя вести И слушаться взрослых Дедушка Мороз А если это взрослый Пишет Это и тоже возможно Дедушка Мороз Поздравляю тебя С наступающим Новым Годом И желаю Счастья И здоровья Почта Дедушки Мороза Такая вот История Ладно А заметьте Я вас обманул Ребята Это гранит Полностью Шлифовочка Полностью Не покрыта Это тонким слоем Это я обманулся Оказывается Смотрите Полностью Гранит И так Отшлифован Такой объем Цельное Не из кусочков Как было Знаете Вот так вот В Древней Греции Собирали там По кусочкам Вот такие Раз Как бы сказать Сегментики Все литое Полностью Литая колонна Как шлифовано На чем Неизвестно А вот это От взрыва Повреждения Вот пожалуйста Был взрыв А вот Кстати написано Это следы Одного из Чего там Одного Тысяча Так Сколько там Написано 148 тысяч 478 Снарядов Выпущенных Фашистами По Ленинграду С 1941 По 1944 Годам Вот смотрите Попало Вот здесь Вот На ступеньку Бабах И осколки Туда полетели Полностью Гранит То есть Идет как бы Вырезано Из такой Огромной Как бы Три Такие вот Три таких Ступенечки Маленькие Это видимо Для карликов Да А это вот Было Для Для гигантов Я вам их покажу Мы скоро Пойдем В это место Здесь недалеко На Миллионной Улице Скептики Скажут Что Ты Что Ты Говоришь Так Вот Значит Тут тоже Религиозные Разные Значит Ага Тайная вещь Вот наверху Да Мы видим Иисус С апостолами Какие-то Сцены Да Вот такие Вот И опять Эти вот Ангелы Как сказать Ангелы Да Такими Вот Крестами То есть Вот по этой стороне Ударил снаряд Вот даже На ступеньке Отпечаток Да И вот В целом Заметьте Как прочно Все Что Ну не сильно Так пострадало Хотя Вот туда Попадание Было Мне кажется Прямо В колонну А это От осколков Вот от этой Да От этого снаряда Туда А туда Прямое попадание Скорее всего Но все равно Колонна не подкосилась Заметьте Какая прочная Так что Удивительно Ну и вот Такие петельки Для ковра Сюда Вставлялись Штоки И ковришка Такой Туда Я не знаю Как эти двери Открывались Это При помощи Какого инструмента Там Я не знаю Штурвал Там Усилитель Нужен Какой-то Потому что Огромные Двери Литые Полностью Представляете Их открыть Я вообще Не знаю Они когда-нибудь Открывались Я вот Не видел Хоть на картинке Быть Посмотреть Как она Открыта Видимо Ну извините Трактором Дергать надо МТЗ-80 Или 82 С передним Мостом С передним Мостом Вот он Исаакиевский Собор Друзья Пойдемте Попробуем Проникнуть Еще Куда-нибудь С нам Годами Рождеством Здесь Что у нас Уютно С нежной Ночью Приходит Праздник В дом С подарками Надеждами С любовью И теплом Пускай С него Начнется Прекрасный Добрый Год Который Много Радости И счастья Принесет Хорош Дедушка С Новым С Новым Годом Прекрасная Картина Так Здесь Что Елочка Раз Два Три Елочка Горит Словно Звездочки На елке Зажигаются Огни Самый радостный Чудесный Наступает Новый Год Пусть Исполнится Желание Ждет Удача Впереди И пусть Все Что Дарит Счастье Поскорее Произойдет Ну вот С Новым Годом Ребят Сколько Открыток Разных Интересных Все Тут Уже Завезли В Океи Уже Все Есть Можно Заранее Смотрите Готовить Все Тепло Это что С Новым Годом Но это Видимо Для денег Бывает Так Мы сейчас Что Что Подарить Ну Бобосы Раз Сюда Раз Все С Новым Годом Вкусной Год Подарить Счастье Все И тут Это Пятерочки Парой Троечка Штутик Под формат Пятитысячный С Искренними Пожеланиями С Новым Годом 69 Рублей Всевого Нового Года Всевого Нового Года Прям Весь Это Не Про Нас Так Ну Значит Видимо Рождение Иисуса На руках Вверх Самая Верхняя Сцена С Младенцем Вот Пожалуйста Еще Одни Ворота Можем Подойти Поближе А где Ручки Вот как Их Открывать Эти двери За что Браться Заметим Под ключ Там Что-то Даже Под ключ Маленький На саморезе Как что-то Закрыто Видимо Там Огромный Ключ Усоблялся Александр Невский Святой Александр Невский И Святой Архангел Михаил Все это Очень занятный Мрамор Обработка Интересная Вы не знаете Кто построил Не знаю Я забыл Блин Ну это по-моему Это только Атланты могли Ворочать Такие Гигантские Колонны А как же Пирамиды Там же Египтяне Построили Да нет Все эти Техники Просто Инженерная Мысль Мысль Да Вы тоже Поддались На эту Теорию Школьной Программы Добро Понял Ребята Ну вы посмотрите Двери Какие Елки-палки Какие Двери Неужели Инженерная Мысль Посмотрим Медная Что-ли Действительно Как бы Медная Медная Потому что Покрылись Такой Немножко Зелененькой Такой Массой Налетом Так Так Снегурочка Так Ну вот Ну На Новый Кстати Очень Неплохо На Новый Год Маме И Папе Там Где Вы Всегда Уютно Там Где Вы Всегда Тепло Мне С Родителями В жизни Очень Очень Повезло Пусть Для вас Хорошим Самым Станет Этот Новый Год Много Радости И Счастья На Двоих Он Принесет Опять Елочка Финансов С Нового Года Так Ребята Читаем Что там Наверху У нас Значит Написано Храм Мой Храм Молитвы Наречется Храм Мой Храм Молитвы Наречется Вот так Вот Однако И Вот Пожалуйста Богородица Иисус Это Надо С наездом Как бы Смотреть Приближать У меня Наезда Нет Это Все Очень Удивительно И Прекрасно Так Что у Нас На Этой Стороне Натя Господи Уповахом Да Не Постыдимся Во Веки Вот Так Вот Ну вот Ребята Еще Одно Чудо Радует Не Первый Год Туристов И не Только Туристов Но И мой Глаз Глыбу Говорят Тащили Очень Очень Издалека Даже Переправляли Через Неву И Потом Только Отсекали Все Лишнее Что Что Пойдете В облеты Царский Ой Не Не Царский Это Я же Это Самая Не 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 Спасибо Царский Это Не Нужно А то Привыкнуть Можно К Комфорту А мне Нельзя Привыкать Москва Снова Ждет Так Ну Вот Что Здесь Странное Заметили Детели Во первых Обувь Где то Я там Смотрел Что то Слышал Говорят Обувь Не соответствует Той Подле Только Давайте Смотреть Что за Обувь Не то Шланцы Римские Не то Еще Что то Что то У него Там А Или Да Змей Но Это Со Змеем Это Всегда У нас Связано Очень Много Мифологии Где Георгий Победоносец Копьем Поражает Змея Якобы На Александрийском Столпе Там Тоже Якобы Было Копье А не Крест Да Что Тоже Там Змея Внизу И Вот Здесь Тоже Какого То Змея Придавил Копытом Петр Первый Медный Всадник Но На самом Деле Он Не из Меди Из Бронзы Или Что то Такое Вот Ребят Подойти Ближе Залезть Бы Туда Петру Первому Екатерина Вторая Лето 1782 Года И то есть А вот Одеяние Еще У него Такое Знаете Как будто Действительно Какое-то Римское Что ли Вот Такая Как бы Сказать Вот Это Легкая Такая Судя По всему Белого Цвета Памятник Установлен В 1782 Году Скульптор Этьен Фальконе Реставрирован В 2002 Году Народное Средство Бюджетное Средство Так Друзья Ну что ж Как Говорит Ну я Уже Когда-то Говорил Об этом Как Говорит Тебе Как Ты умудрился Вот Как Такое Создавать Такую Красоту Из камня А я Говорит Беру Глыбу И Отсекаю Все Лишнее Вот На волне Как Будто Б Он Раз И Смотрит По-моему На Восток На всю Россию На Русь Такая Вот Интересная Загадочная Композиция Да Вот Напишите Ребята Давайте В мелочи Будем Вглядываться Нет Седла Да Вот Он На какой-то Шкуре Седла Нет Нет Этих Куда Ноги Вставляются Как Они Называются Петличек Обувь Такая Аля Древняя Римская Да Чтобы Это Могло Все Значить Есть ли Загадка Какая-то Здесь Или Ничего Загадочного Или Ничего Загадочного Нет Наверное Что-то Есть Посмотрим То есть Все Держится Достаточно Уникальная Композиция Все Держится Вот На двух Опорах Две Ноги И хвост Еще Чуть Так Это Придерживает А так Вот Действительно Удивительная Композиция И уже Столько Лет Стоит И Ведь Знаете И Войну Пережил И Бомбежку Уникальный Экспонат Гражданин Говорит Когда Он Тут Воял Якобы Собирали На память По кусочку Этого Градита Я Не знаю Я Не могу Утверждать Все Загадка Для меня Вообще Петербург Загадка Я Я просто Изучаю Заново Я Как бы Сказать Я Официальной Истории Не верю Что-то Сомнение Берет Ребята И Официальной Истории Не знаю И той Которая Истинная История Тоже Не знаю Вот Такой Вот Я Неграмотный Человек Ну Что С Меня Взять Не Всем Быть Доцентами Кайфедре На том Корабле На котором Привезли Ну Отсюда Не видать Как-нибудь Потом Сходим Корабль Который Привез Доставил Надо сказать Да Этих Сфинксов Он Обратно Поплыл И затонул Потом Много Мистики Было Художники Говорят Ну Там же Академия Художеств Вот Говорят Частенько Там Бывает Вот Какой-то Видит Лицо У него Меняющееся Постоянно Немножко Так что Сложно Сказать И хочется Воскликнуть Песню Запевай Выходила На берег Катюша Поплыли Туманы Над рекой Выходила На берег Катюша На высокий Берег На крутой Выходила На берег Катюша На высокий Берег На крутой Ну Вот Ребята Древнегреческая Статуя Аполлон Бельведерский Шучу Не знаю Пишите Что это За персонаж Без фигового Листика Заметьте Прямо Как я В бане Но самое Интересное Он тут Прячет Что-то В руке От нас Заметьте Что-то Он там Прячет Шарики Какие-то Интересно Может быть Это Теннисные Мячики Извините Не подскажете Это идеал Мужчины Или нет Вот это Наверное Не сейчас Сегодня Какой Мужчина Должен быть То есть Идеал Мужчины Сегодняшнего Дня Какой Ага Понял Понял Хорошо Всех благ Практически Здание Главного Адмиралтейства Построено В 1811 году По проекту Русского Зодчего Адриана Захарова Интересно И что же бы Это они держали В руках Друзья Что же это Такое Круглое Не похоже На землю Не знаете Что это Такое Круглое Держат Они Это же Не земля По-моему Это что-то Такое Не бомба Или какая Ядерная Интересно Да И 16 Голок Он Нарисован Сам Ребята Ну вот там Интересный тоже Борельефчик такой Вот тоже все такие А-ля там Не поймешь С хвостами Рыбьями Вот интересно Тоже какая-то Мифология Кто-то скажет Вон там С трезубцем Кто-то ходит Морской Властелин Посейдон Кораблики Вот там Крепость Вроде как Насколько я Знаю Это здание Было построено Первым На этом побережье После постройки Там Петропавловки Домик Петра С того берега И вот это здание Было первым Якобы здесь А дабы Закрепиться По эту сторону Берега Но сложно Сказать Что вот это Такое Круглое Ребята Давайте Ответьте мне Напишите мне В комментах Все ли так плохо Или все нормально Или не совсем Все еще плохо Заеда у вас А крылышки Да ребята Смотрите Сняты Рядом лежат Вот так вот А сейчас еще Кое-что интересное Воля Вот вам и Смелись Смелись Не знаю Как это читается По-английски Вот человек Те поменьше ступеньки Походу для него Те что побольше Для него были А что в руке Что-то такое Непонятное Типа Гранатки Какой-то Отправой А может быть Спилено что-то было Смотрите Может быть Спилили Что-то было Можно так подумать Можно так подумать Вот здесь Справа Видите Может быть Что-то такое Длинненькое было Может и не было Но суть в том что Вот Парам-пам-пам Так Здесь что у нас Ооо Здесь самое интересное А вот тоже Маленький человечек Рядом с большим Человечком Это уже интереснее Ну и вот Еще одна загадка Человечества Один в один Атланты Отшлифованы Идеально Ну тут уже люди Уже исцарапали Все Прикладываясь Ладонями Грязными Ручонками Трогали А если взять Повыше Шлифовка Видите какая Шлифовка Тут чуть-чуть Треснули А вот там Треснули Вот они Атланта Ребята Но заметим Здесь они без крыльев То есть Видимо крылья То ли снимали Их как То ли чего Я понять не могу Даже вот Каждую вот Эту вот Штуку Вот все Вот все Тут так Очень Идеально Ровно Идеально Проработано Даже вены Ноги 99 размера 150 размера Так Ну действительно Атланты Без крыльев Один в один Одинаковые вроде бы Вроде бы Ребята Они одинаковые Атланты Держат небо Как там у Городицкого Атланты держат небо Так Вот какая-то надпись Что там написано Работа Александра Теребенев Теребенев 1849 год Но это могли написать Позже Друзья То есть Это могли написать Выдолбить Кстати Не очень качественно Выдолблено Так сказать Не очень идеально Вот эти вот все Хотя вот здесь Вот заметьте Все идеально И тут такая Трафаретная печать Печатька Грубая Так Ну ладно Это уже Как говорится Кому Что И как Верить И во что Я Остаюсь В загадочном Положении Забвения И непонимания Не подскажете Как их так сделали Одинаковыми Не знаю Ну один в один Как после станка Вышли Знаете Так это Отшлифованы Хотя вот Надпись Это тут Что-то Выгравировано Но Заметьте Как-то Грубовато Да Вот какие-то Все Шероховатости Тут не пропечаталось Вообще Что-то Тут Не пропечаталось Да Ну видно Прикасается Ладонями Ты гладят А тут Все идеально Но это Уже Грызли Пробовали На зуб Туристы Голодные Ну некоторые Деятели Проверяли Значит Наличие В ногах Еще чего-то Ну видимо Где-то металл Какой-то Вроде как Обнаружен был Для усиления Или какой-то Материал Другой То есть Кроме гранита Внутри Или его Как бы Может быть Так это все Держится Тут вставили Так Чтобы не упало Ну что-то Внутри Такое Некаменное Есть А кстати Вот этот Вообще Другого цвета Смотрите Чуть-чуть Чуть-чуть С другим отливом Нежели вот этот Этот серенький Мрамор А этот беленький Но точь-в-точь Заметьте Все складки Все то же самое Обалдеть Обалдеть Атланты Держат небо Там где-то Пирамида Хеопса Стоит О вернее Пирамида Говорит Мумия Там несколько Египетский отдел Я там бывал Прямо реально Маленькие они Зараза То есть Они вообще Маленькие То есть И судя по всему Люди раньше были Карликами Поменьше чем мы Сейчас Полтора метра С кепкой И это видно И по костюмам Я заметил И мумии Такие маленькие Все Ну сукшис Конечно Но все равно Размер Ну извините Не то что Раньше были Ну так в чем загадка Разгадывать надо Это все Разгадайте Развейте Хоть Мое Мое Забвение Ну в школе Преподавали В университете Говорили же Что 1800 год Там Какой-то 1849 То есть Это же Вообще Недавно Как Когда Деревянные Избы По всей России И вдруг Вот это Что-то тут Не клеится Что-то тут Не так Что-то тут Не так Вы Святки приехали Что Святки приехали Вы Нет Откуда Уфа Уфа Уфи привет Респект Ложу-ка А мы Ребята Будем продолжать Смотреть Так Вот это Что такое Марк Антонио Ага Так Это что У нас Не Ломоносов Нет Заметь Заметьте Один Качается А все остальные Безмолвствуют Вы Находите В этом Что-то Странное Или нет Ребята Я вам скажу Что я нахожу Это Подобно Той люстре В метро Одиноко Которая Качается А все остальные Висят Ровно Стал Какой-то шалунишка На ней Укачивается И радуется Новому году А радуешься ли ты Мой уважаемый друг Новому 2018 году Ну как бы там ни было Новый год Он всегда сулит На душе Какое-то спокойствие Какую-то радость Мы всегда ждем В Новый год Чего-то нового И вот этот год Пусть он Восемнадцатый Для меня уже Тридцать шестой Тридцать пятый Но как бы там ни было Какой бы он ни был Он всегда встречается Как будто заново И как будто бы Идет обновление меня Обновление жизни Обновление всего Как будто мы Оставляем все плохое В том году Да, действительно И идем в Новый год С новыми возможностями С чистого листа С новыми стремлениями И поэтому, друзья Может быть, немножко рановато Я забежал Но хочется мне сказать Что Бое пребывание в Петербурге Вы видите Идет дождь Идет дождь А я в пальто А пора такая Извините Уже должна быть Новогодняя Уже снежочек Но Петербург Он такой город Туманный Поэтому здесь можно И 31 декабря Встретить дождь И я встречал Такие новые года Но как бы там ни было Потихонечку Завершается мой этап Пребывания в Петербурге Зачем я сюда приезжал Что я здесь делал Сложно сказать Мне нужно проанализировать И уеду ли я На совсем Нет, ребята Это два города В которых я живу И сюда Всегда я буду возвращаться Сюда я буду Всегда отсюда уезжать И снова приезжать И это будет бесконечно До тех пор Пока бьется мое сердце И сердце мне подсказывает Что в принципе Настала пора Сказать вам Немножко На фоне Прекрасной елки И качающейся Игрушки Друзья Одной качающейся Кто-то там Качается Понимаете Раскачивает ее Раскачивает эту лодку Под названием Корпоративные Дни Дни новогодние Дни Дедов Морозов Повсюду мы будем встречать Эти бороды И все это впереди И я думаю Пусть этот ролик Будет чуть пораньше И именно здесь Я хочу сообщить вам Именно сегодня В Петербурге Я здесь буду Новогодние недели Здесь появились Кое-какие дела Но хочется мне сказать Вам, уважаемые друзья Пусть Новый год Что на пороге Войдет к вам в дом Как добрый друг Пусть позабудут К вам дорогу Печаль Невзгоды И недуг Пусть придут В году грядущем Вам удача И успех Пусть он будет Самым лучшим Самым радостным Для всех С наступающим Друзья Новым 2018 Годом Ура Продолжение следует...